В Бурятии метод ресайклинга применяется впервые. Пока с его помощью отремонтировано только 3 километра дорог. Современная технология проста и экономична. Она позволяет избежать трудоемкой замены грунта путем его же переработки и последующей укладки на прежнее место. Делаем подготовку очень прочного основания под укладку асфальта и бетона. При этом, как вы видите, мы не используем дополнительные карьеры. То есть мы не возим ничего абсолютно сюда. Мы перерабатываем то, что здесь есть. С добавлением определенных вяжущих и стабилизирующих добавок. Главное звено технологического процесса – ресайклер. Машина для стабилизации грунта, которая измельчает изношенную дорожную одежду и превращает ее в отличный строительный материал, способный выдерживать высокие нагрузки. Производительность этой немецкой техники – 1200 квадратных метров в сутки, а стоимость машины – 50 миллионов рублей. Эта машина позволяет строить дороги быстро, очень качественно. И это дешево. Как Сергей Юж сказал, до 40% удешевляет среди дороги. В принципе, мы нашу компанию посчитали, где-то около в год можно строить эту машину. Если начать к концу апреля, к концу сентября, без строительного сезона, можно позволить до 100 километров. Если позволяет дюжет, конечно. На этом участке автодороги Улан-Удэ под лопатки Акино-Ключи методом холодного ресайклинга отремонтируют в 20 километров. А за три года по программе Минтранса в республике сделают капитальный ремонт 75 километров дорог стоимостью 900 миллионов рублей. Мы выберем самые плохие дороги еще сейчас, причем разного состава. Это будут асфальтовые дороги, убитые совершенно. Это будут гравийные дороги, обычные грунтовые с обычным грунтом. Эта машина работает как по глине, так и по земле, просто может идти и создавать дорогу. Поэтому мы надеемся, вот вместе с вами посмотрим результаты какие. Если все приемлемо, то, конечно же, в первую очередь исправим те дороги, которые сейчас труднопроходимые. По плану работы будут вестись в разных направлениях. В сторону Тарбогатая, Заиграева, Яравны и Мухрошибири. Однако не исключено, что программу пересмотрят и ремонт методом ресайклинга коснется также дорог в столице Бурятии. Алевтина Шаракшаны, Евгений Павлов. Новости дня.